Утром солнышко Зайчик солнечный блестит Солнце шлёт его с небес Улыбайся, Шишкин лес Так, вот это ещё немножечко закрашу Ну, вроде бы всё Отличный жук получился Шонечка, привет! Привет, Зубок! Чем занимаешься? Да вот смотри, жука нарисовала Ну, скажем так, неплохо-неплохо Неплохо? А тебе что, не нравится? Да мне-то нравится Вот только жук у тебя На настоящего-то не очень похож Почему? Да ты сама посмотри Ты ему огромные рога нарисовала, как у лося А у жуков не рога А это, усы Это у тараканов усы А у жуков рога Ты что, Шуночка, я тебе говорю, усы Сам ты усы! Чего? Ты не обзывайся! У жука должна быть рога Это у тараканов усы! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Зашла проведать, а у вас тут шум дагам Вы никак ссоритесь? Ой, Таня Петровна, здравствуйте! Да мы не ссоримся Просто они совсем друг с другом согласны А вы мне расскажите, в чём вы не согласны И я постараюсь вас помирить Ну, в общем, я тут вот жука нарисовала Вот Так А я говорю, что этот жук не настоящий Потому что у жуков усы, а не в твистые рога Ну и кто из нас прав, а? Рассудить, Таня Петровна Ты как раз природу Шушкиного леса изучаешь Наверняка и в жуках разбираешься Вопрос вы задали как раз по адресу Жуки – одна из интереснейших частей энтомологии Это чего? Простите, друзья, объясню проще Энтомология – это наука о насекомых А жуки, повторюсь, одна из очень интересных частей этой самой науки Не пойму А что в жуках интересного? Жужжат себе, ползают, летают иногда Зубок, ты не прав Любая наука – вещь интересная А изучение насекомых особенно Ну а жуки? В первую очередь скажу, что жуков на свете больше, чем любых других живых существ Серьезно? Да У нас ведь так много жуков? Не просто много, а очень много Даже не миллионы, а миллиарды Ух ты, интересно Говоря научным языком, жуки – это отряд жесткокрылых насекомых Ой, а я догадываюсь, почему Потому что у них крылья спрятаны под жестким панцирем, да? Именно, молодец, Зубок А вот еще кое-что интересное Самый большой жук в мире Аж 16 сантиметров в длину Ой, а это сколько? Таня Петровна, покажи, пожалуйста Вот такой длинный жук Это дровосек титан Который обитает в Южной Америке Ого-го, смотри Серьезный жук А дровосиком почему зовется? Потому что древесную кору ест А титаном, потому что самый крупный Ну а самые маленькие жуки Зовутся перокрылки, вот они Таня Петровна, а они какого размера? Меньше миллиметра Я на пальцах не могу показать Могу на линейке Одно деление – это один миллиметр В одно такое деление Можно аж три перокрылки поместить О, вот это да! Тут лупа нужна, чтобы рассмотреть Такого жучка поближе А лучше микроскоп А что едят жуки? Ну, кроме коры Ну, кто что? Какие-то листья и траву Какие-то цветочный нектар А бывают жуки-хищники Серьезно? Ой, что же это получается? Если я в лес пойду На меня, может, жук-хищник напасть и съесть? Ой-ой-ой Не бойтесь, вас жуки не тронут Хищники такого рода едят других насекомых Что поменьше Или, скажем, червей А-а-а, ну тогда я спокоен А какие жуки в Шишкином лесу живут? Ой, очень много Приведу лишь пару примеров Знакомьтесь, это долгоносик Хе-хе, вы какой смешной Слона-жук Хе-хе, с хоботком А вот светлячок На брюшке у него особый орган Который светится в темноте А, знаю-знаю Мы тем летом с коксиком такого поймали Только он быстро светиться перестал Конечно, потому что испугался Не нужно ловить жуков ради забавы А вообще такое свечение Помогает этим жукам общаться с другими светлячками А вот солидный жук-усач О, я же говорил, у жуков усы, а не рога Поэтому этот усачом зовется Погоди, погоди А вот это жук-олень О! Ой, а я почти такого же нарисовала Видишь, я была права У них рога бывают Вообще-то у жуков бывает и то, и другое Вот только не рога это, а жвалы Они помогают жукам питаться Вот оно как! А я и не знал Шунечка, ты прости меня Жуков на свете так много, что полностью изучить их просто невозможно Каких-то жуков ученые знают хорошо Каких-то не очень А со многими видами вообще не знакомы О, еще бы! Если жуков в мире так много, конечно, нельзя всех-всех-всех изучить Спасибо, Таня Петровна, за такой интересный рассказ Не за что, друзья мои Если возникнут еще вопросы о живой природе Спрашивайте, я расскажу Ну а сейчас настало время с ребятами прощаться До свидания, мальчики и девочки! До свидания, ребята! Увидимся в Шишкином лесу! Время быстро пролетело Утро сказкой прозвенело Улыбнулось облакам Новый день приходит к нам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова